МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. Глава региона Алексей Островский поставил перед подчиненными четкую задачу по выполнению государственных заданий бюджетными учреждениями области. В учреждениях с низким уровнем исполнения госзаданий контрольный департамент проведет проверки и выяснит, по каким причинам у этих учреждений такие низкие показатели освоения субсидий. Итогами проверок могут стать дисциплинарные взыскания в отношении руководителей этих учреждений. До конца лета в области должны быть капитально отремонтированы 300 многоквартирных домов. Однако собираемость платежей за капремонт в нашем регионе по-прежнему низкая, составляет 70%. Региональный фонд приглашает неплательщиков в суд. Уже направлено 750 исков. Специалисты МУП ККП по окончании топительного сезона приступили к подготовке всех инженерных сетей теплоснабжения города к предстоящему осенне-зимнему периоду. Что уже успели сделать и что еще предстоит, смотрите в нашем сюжете. Уже проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей 7-го и 8-го микрорайонов, а также коммунально-складской зоны. Затем прошли гидроиспытания внутри квартальных тепловых сетей 1-го микрорайона. Оперативно устранены все выявленные неполадки и замечания. Работы были закончены 3-го июня, то есть тепловая сеть 1-го микрорайона поставлена на циркуляцию с опережением на 10 дней. Сейчас гидроиспытания проходят на теплосетях 2-го микрорайона и устраняются выявленные дефекты. Выявленные порывы и замена трубопроводов устраняются по одной нитке, по другой нитке люди обеспечены горячей водой, но в тупиковом режиме. Поэтому необходимо потерпеть практика других городов, крупных городов показывает, что в таких городах потребление горячей воды полностью отключается сроком до месяца. Мы на такие не идем. Все усилия и старания специалистов цеха ТПК направлены на производство качественного ремонта теплосетей, чтобы очередной зимний сезон в Десногорске прошел без коммунальных аварий. Специалисты пожарно-спасательного центра уничтожили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все опасные находки были обнаружены в деревнях Ярцевского района. 64 минометные мины, 33 артиллерийских снаряда, 2 противотанковые мины, 3 ручные гранаты и 2 взрывателя. В интернете идет сбор подписей для того, чтобы Смоленск был изображен на купюре номиналом 2000 рублей. За два месяца эту идею поддержали более тысячи человек, а для того, чтобы отправить петицию Банку России, необходимо собрать еще около 500 подписей. 10 июня десногорские выпускники сдавали единый госэкзамен по иностранному языку устно. Он введен с прошлого года. Экзамен проходил в 4-й школе Десногорска. Подробности в нашем сюжете. Пришедших на экзамен встречали на крыльце школы. Затем сотрудник полиции проверил каждого ручным металлоискателем, и все собрались в аудитории подготовки. Здесь они предъявили паспорта и сели за парты, заполнили бланки регистрации, а организаторы рассказали о поведении во время экзамена. Всего в пункте сдачи ЕГЭ было организовано 6 аудиторий, 5 из них оснащены компьютерами. Именно в этих аудиториях, расположившись по одному, ребята издавали экзамены. 15 человек выбрали английский язык и один – немецкий. Специально из Смоленска приехал уполномоченный представитель Государственной экзаменационной комиссии Екатерина Михалькова, которая привезла коды доступа. На этот экзамен отводится всего 15 минут. Устная часть состоит из четырех заданий. Школьники должны прочитать небольшой отрывок текста, самостоятельно сформулировать вопросы, рассказать о событии, заданном на картинке, и сравнить два события на представленных фотографиях. Школьник видит задания в режиме реального времени. Его ответы записываются на электронные носители, которые отправляются в Смоленск на проверку. Результаты будут известны через 10 дней. С 2015 года в нашей области возводятся семь животноводческих ферм для производства мяса. Сейчас начнется строительство еще восьми ферм крупного рогатого скота. Планируется, что они начнут работать в 2017 году. Фермы предоставят рабочие места 400 жителям сельской местности. В Смоленске завершился первый фестиваль документального кино, на который было представлено 15 работ. В результате призы достались картинам «Революции 21 века» белорусских авторов Тенгиза Думбадзе и Ильи Баранова, «Дети АТО» Алены Березовской, «Курсом доллара Европа» Веры Кузьминой. Криминальные новости. 9 июня 16-летний житель Десногорска украл у продавца павильона кошелек. В нем он нашел банковскую карту с пин-кодом и обналичил деньги. В отношении юноши возбуждено уголовное дело. За кражу он может получить до пяти лет лишения свободы. Полицейские Глинковского района по горячим следам задержали браконьера. Когда животное попало в ловушку, мужчина разделал тушу, часть добычи отвез домой, а останки закопал в лесу. 31-летнего жителя деревни Белый Холм сыщики доставили в местный пункт полиции. Там он сознался в содеянном, пояснил, что привезенное с охоты мясо испортилось, и он закопал его во дворе дома. В результате обыска часть медвежьей туши была обнаружена и изъята. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. По статье Уголовного кодекса Российской Федерации незаконная охота. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью статьи, арест на срок до шести месяцев. 300 молодых людей с активной жизненной позицией стали участниками молодежного форума «Смола», который открылся 9 июня. Среди них и 16 десногорцев. В течение нескольких дней до 14 июня молодежь ждут встречи с бизнесменами и общественными деятелями, мастер-классы и работа над проектами. 280 молодых смолян успешно сдали нормы ГТО. А всего в тестировании приняли участие 960 человек. Отметим, что это почетная награда. Она присваивается приказам министра спорта, а не на региональном уровне. В этом году вузы страны ввели дополнительные баллы для тех абитуриентов, которые сдали нормативы ГТО. Выпускники могут получить до 10 баллов. В летние каникулы сотрудники Историко-Краеведческого музея нашего города проводят интеллектуально-познавательные игры для детей, посещающих школьные оздоровительные лагеря. Наша съемочная группа побывала на одном из таких мероприятий. За основу для своего мероприятия сотрудники музея взяли правила из телевизионной шоу-игры «Поле чудес». Детям это сразу понравилось. Отгадывать слова по буквам, а потом увидеть такие привычные для нас, но совсем другие предметы, это очень интересно. Старинные вилки, пуговицы, стекло и многое другое, что хранится в большом хранилище музея, произвели на ребят впечатление. Каждому хотелось рассмотреть и потрогать экспонаты руками. Таким образом мы хотим показать, какие предметы у нас хранятся в музее. Проверить свои знания, стать участником игры хотели все, но, к сожалению, не у всех хватило знаний. А вот Максим Морозов с легкостью угадывал сложные задания. Игра мне понравилась. Я смог отгадывать слова, потому что я много читаю, и везение, как бы не без этого. Историко-крееведческий музей нашего города мы ходим очень часто, и со школы, и с лагерем. Все участники получили сладкие утешительные призы, а победителю достался целый слиток золота – шоколад. Приглашаем десногорцев 11 июня на территорию базы стоянки «Плавсредств» поболеть за наши команды. В 10 часов здесь начнется открытое первенство Смоленской АЭС по грибному спорту. 12 июня в 19.00 на летней эстраде Десногорска состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню России. В программе – торжественная регистрация новорожденного, вручение паспортов юным гражданам России, городская акция «Мы, граждане России» и концерт самодеятельных коллективов ГЦД. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru Сердечно поздравляем десногорцев и гостей города с Днем России. Всем здоровья и благополучия. До свидания.